С момента появления этого шоу почти 4 года назад я старался не говорить в эфире о себе и даже не использовать местоимения от первого лица. В нашей стране нарциссизма и так хватает, да и не очень это интересно. Слишком часто говоря «я», люди обычно докучают всем, кроме самих себя. Но сегодня мы сделаем исключение, у нас нет выбора. «Нью-Йорк Таймс планирует обнародовать место проживания моей семьи». С точки зрения журналистики, никакого разумного обоснования этому нет. Газета ни в чем нас не подозревает, мы ничего плохого не сделали, платим налоги, ладим с соседями, ни с кем не ссоримся. Так почему Нью-Йорк Таймс готовит статью о местоположении нашего дома? Вы знаете почему? Чтобы навредить нам, навредить моей жене и детям, заставить меня замолчать и перестать им перечить. Они уповают на силу, мы знаем это. Два года назад один левый журналист обнародовал мой домашний адрес в Вашингтоне. Психи из антифа с криками набросились на дом, пока я был на работе. Бесчинствовали и угрожали моей жене. Она позвонила в 911, прячась в чулане. Через несколько недель они снова появились у нашего дома. Целый год они присылали нам письма, в которых угрожали убить нас. Мы старались не обращать внимания, было бы трусостью продать наш любимый дом, где мы растили своих детей, и уехать. Но в итоге мы так и сделали. У нас четверо детей, и мы решили не рисковать. Но Нью-Йорк Таймс не унимается. Газета поручила политическому активисту по имени Мюррей Карпентер рассказать, где мы живем сейчас. Они наняли фотографа Триста Наспински, чтобы сделать фото. Статью планируют опубликовать на этой неделе. Редакция прекрасно знает, что может случиться с моей семьей. Я позвонил и сказал им об этом. Но им нет дела. Они ненавидят мое шоу, они хотят прикрыть его. Если мои дети пострадают, для них это не будет случайным побочным действием. Вся суть их акции именно в этом. Причинить боль нашей семье. Терроризировать нас, контролировать наши слова. Такие они люди. Конечно, они будут все отрицать. Это просто журнализм, просто факты. Правда? Как Мюррей Карпентер и его фотограф Тристан Спински будут себя чувствовать, если мы обнародуем их адреса? Если мы покажем фотографии в эфире? Что если мы сообщим адреса каждого из этих бездушных роботов-редакторов Нью-Йорк Таймс, которые организовали и поощряют травлю моей семьи? Как насчет Джима Уиндольфа? Мы могли бы это сделать. Мы знаем, кто они. Будет ли это журнализмом? Сомневаюсь, что они сочтут это журнализмом. Они назовут это преступным поведением. Теперь делайте выводы. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова